Добрый день, сэр! Рассказ называется «Про Новый Год». Новый Год в этот раз совсем не хотел наступать. Бывало у него такое настроение раньше, но он всегда как-то умудрялся взять себя в руки и найти причину хандры. Ну, например, не новогодняя погода. Ну, какие тут могут быть мысли о хороводах вокруг елки и катании с горок, если на улице плюс три, грязь, слякоти, никакого похолодания не ожидается. Такая погода повторялась в течение нескольких лет. Новый Год наступал и соглашался с этим. А потом и он, и все привыкли к этому. Но теперь было совсем по-другому. Все совершенно валилось из рук. Новый Год знал, что его главная задача не только не опоздать, прийти вовремя и наступить ровно в полночь. Но самое главное, он знал, что он должен принести уверенность людям в том, что Новый Год будет лучше, чем уходящий. А для этого эту уверенность нужно было иметь самому. А вот с этим-то как раз было не очень. Она у него, эта уверенность, напрочь отсутствовала. Да и откуда ей было взяться? Кругом кризисы, войны, санкции, отравления, разоблачения. Все это выглядело очень непразднично. И самое главное, никуда оно не собиралось деваться и первого января. Как обстояли дела у его коллег в восточных странах, Новый Год не знал, они практически не общались. Молча и торжественно мимо проследовал его старший товарищ еврейский Новый Год. И ничего, наступил, как обычно. Ну, эти и не такое видали, подумал Новый Год. В общем, подумав всяко-разно, Новый Год решил не наступать, взять и отменить наступление до лучших времен. Новый Год бродил по улицам Москвы и видел, как обычно, огромные толпы народа в магазинах, видел длиннющие километровые пробки на дорогах. Он видел какую-то озлобленность, колючесть и взволнованность людей, которые старались прикрыть все это весельем предновогодним. Но озлобленность у них получалась очень хорошо, а вот веселье не получалось. Оно было, как у какого-то массовика, затейника, которого позвали на корпоратив или на свадьбу. И Новый Год это видел, а люди, наверное, это не замечали, да люди мало что в себе замечают. Самое удивительное, что мысли о том, что Новый Год не наступит, каким-то образом просочились наружу и стали известны людям. Как это получилось, Новый Год не знал, но в наше время развитие средств информации не обязательно даже что-то и рассказывать, иногда можно только подумать, а уже эта мысль становится достоянием гласности, а иногда даже и не только подумать, иногда только, может быть, ты собираешься о чем-то подумать, а уже это становится всем известно, и при том совершенно не так, как ты собирался подумать. Газета «Коммерсант» вышла с огромным заголовком на первой странице с отступающим вас. По телевизору пошли разные ток-шоу от Новый Год «Быть или не быть» до Новый Год «Еще один друг хунты и оппозиции». Утром 31 декабря Новому Году позвонили из администрации президента и мягко, но убедительно попросили не раскачивать лодку. Новый Год Арабев, а у него и телефона-то не было, сказал, что обязательно подумает, понимая, что врет. решение это было уже принято. Вечером 31 декабря Новый Год шел по улицам Москвы, которые были безлюдны и пусты. Но вечером 31 декабря улицы всегда безлюдны и пусты. Но в этот раз они были как-то безлюдны по-особому. Новый Год заглядывал в освещенные окна домов и видел, как люди усаживаются за праздничные столы, раскладывают по тарелкам салаты, наливают по первой, поднимают стопки и говорят «За уходящий, за старый год, а уйдет». Новый Год свернул с Тверской в старинные узкие улочки и пошел по ним. Они были также безлюдны и пусты. И вдруг Новый Год услышал плач. Кто-то горько-горько плакал. Он увидел, что у подъезда одного из домов на скамеечке сидит маленькая девочка в вязаной шапочке, на которой пришиты кошачьи ушки и, уткнувшись в воротник своей шубейки, горько плачет. Новый Год подошел к ней и спросил «Что случилось? Почему ты плачешь?» Девочка подняла на него свое заплаканное лицо и, запинаясь, ответила «Мама сказала, Новый Год не придет, а Дед Мороз мобилку обещал розовую». Новый Год присел на скамейку рядом с девочкой и сидел, напитываясь безутешным девочкиным горем. Потом встал, потрепал ее за кошачье ушко на шапочке, повернулся и твердым шагом направился в сторону центра наступать. Рассказ про Новый Год Автор Андрей Макалевич Макалевич